Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У нас с мужем кризис. Давайте здесь сразу определимся, кризис у вас или у мужа. Потому что когда вы говорите, что у нас с мужем кризис, это что-то непонятное. Я думаю, что было бы верно, было бы вернее, честнее, корректнее. И если кризис у вас, то было бы опять же, на мой взгляд, логичнее сказать, а в чем заключается конкретно ваш кризис. Он выпивает часто. Купил в календаре, где нужно зачеркивать дни, когда пил. В итоге каждый раз, больше половины дней месяца зачеркнуть. Пьет часто пиво, просто работает на работе в орг. У вашего мужа, судя по всему, зависимость от алкоголя. И, соответственно, вы созависимый партнер. И вам нужно изучить систему созависимости. Пока у вас беременность в 14 недель. Вот. Это еще не такой большой срок. Вам нужна психотерапия, потом будет сложнее. Дальше. Вы пишите, значит, то, что я беременна. Вот. И, значит, то, что вы беременны, вот, в 14 недель. Вы пишите. Значит, что здесь хочется сказать? Здесь хочется сказать, наверное, то, что беременность означает для вас и вашего мужа. Вот. То есть, какое значение ребенок имеет для вас и вашего мужа? Как вы пришли к тому, чтобы появился ребенок? Было ли это решение спонтанное? Было ли это решение осознанное? Вот. Очень важно этот момент прояснить. Мне не нравится даже лежать с ним в кровати, так как пахнет перегаром, а когда он выпьет водку, то страшно храпит. Это отвращение, отвращение абсолютно нормальное, вопрос заключается в том, что вы с ним делаете. Да, я хочу спать в другую комнату, чтобы выспаться. У меня нервно-умственная работа, один стресс на каждый день. Здесь вопрос, как вы выбираете работу? Ну, нормально ли для вас, что на работе стресс постоянно? На мой взгляд, нет. И здесь встает вопрос о вашей реализации, да? Насколько адекватно, корректно вы выбрали свою сферу профессиональной деятельности? Предпочитаю идти в другую комнату, а не терпеть храп. Ну, то, что вы ушли в другую комнату, да, совершенно очевидно, что... Проблему, как, ну, как таковую, не решает. Как вы поняли, интимной жизни нет вообще никакой. Я не люблю его пьяным, когда он трезво люблю. Так не бывает. Так не бывает. Вы либо любите человека, либо нет. Если вы не любите его пьяным, но любите трезво, значит, вы его не любите. Вам нравится то, что он вам даёт. Вам нравится своё состояние с ним. Но у меня теперь за пять лет совместной жизни очень много обид на него, а у него на меня. Ну, с обидами можно бы поработать как с вами отдельно, так и вместе это решается. Психотропевтические обиды проживаются. Раньше он общался с девушками полгода назад. В течение года у нас было небольшое расставание, почти развелится. То, что он общался с девушками, это следствие кризиса в ваших отношениях. И нарушение системы ролей в этих самых отношениях. Когда мужчина перестаёт чувствовать себя мужчиной и хочет это восполнить. Вас это, судя по всему, задело. Если задело, то как и чем. Да, наверное, самооценка, какой-то страх появился. Это нужно подправить. И нужно увидеть, собственно, чего не хватает мужа. Что он общается с другими девушками. С другой стороны, вы говорите, что я его не простила. Не простили, то есть не приняли. Если вы не приняли, для чего вы тогда в отношении? Если вы не приняли. Вы не приняли то, что делает человек. Вы восприняли то, что он делает в отрыве от его личности. Что означает, что его личность вы не видите. И вот, между вами нет контакта. Дальше. Значит, я в глубине души не простил. Он им уделял внимание. А мне беременные до сих пор не уделяют. А что вы делаете, чтобы ему хотелось уделять вам внимание? Или вы считаете, что вам должны уделять внимание? Я хочу, чтобы меня гладили как кошку. Любили как маленькую девушку. Чтобы целовали обнимание, а не хлопали по попе раз в месяц. Смотрите. У этого желания есть два варианта. Первый. Это то, что ваш мужчина не такой. И возникает вопрос, а как мужчина другой оказался с вами, который не делает этого. Это первый вариант. А второй вариант заключается в том, какая ваша попрепность заключается в этих желаниях. Потому что желание это форма. Для чего? Почему вам хочется, чтобы вас гладили как кошку? Почему вам хочется, чтобы вас любили как маленькую девочку? Вы не маленькая девочка. Для своего мужа вы не маленькая девочка. Вы маленькая девочка для своего отца. И получается, что вы хотите мужа отца? Получается, что у вас не завершенные отношения, возможно, какие-то с вашей папой. А может быть и нет. Тем не менее, тем не менее. То, что вы хотите, чтобы вас любили как маленькую девочку, говорит о том, что вы хотите проявлять себя. Хотите быть свободнее. Но не позволяйте себе, если человек вас не защищает. Понимаете, да? То есть вы берете на себя ответственность за свои желания только когда кто-то вас защищает. Таким образом рождается зависимость. Рождается зависимость. И здесь нужно сказать, что зависимые люди, то есть, например, зависимые от алкоголя, выбирают за зависимых партнеров. То есть вы были склонны к этой самой созависимости всегда. Дальше. Я красивый, мне 24 года, живота еще не видно. А это вы к чему? Если я куда-то выхожу, на меня всегда смотрят, и я нравлюсь другим. А это вы к чему? Ну, нравится ли, нравится ли? Как это относится к тому, о чем вы говорите? Помимо того, что вы здесь как будто бы пытаетесь самоутвердиться. Пишут в ВК, пытаются познакомиться, а мышц во мне видит инкубатор. Хотя я, вы нашего первого ребенка, на протяжении где-то 4 лет у нас ничего не получалось, и мы бросили надеяться. Опять же, кто мы, кто бросил надеяться. Если муж видит в вас то, что видит, то возникает вопрос, а что вы для этого делаете? И что вы делаете для того, чтобы он не видел вас так, если вам не нравится? А если он видит вас так, вошли этот человек? Или вы просто пытаетесь его переубедить? Дальше. А, значит, под Новый год получилось, и вот я инкубатор и домработница. Опять же. Что вы сделали, чтобы такого не быть? Взяли собаку, я ее 5 лет хотел, и вообще всю жизнь за новую работу не успеваю, иногда за ней убрать. Мой злой, думаю, бардак за нее, я прихожу в стажер. Есть ощущение, что ни у вас, ни у мужчин нет личной границы. Это классическая история для людей, находящихся в созависимости. С личными границами нужно работать. Задерживаясь постоянно на этой тупой работе, он нет. А как вышло, что вы выбрали эту тупую работу? Тоже задерживается, в итоге хочется, чтобы дома был порядок нам, но делать отосталость этого никто не хочет. Потому что вы не прислушиваетесь к себе и не берете ответственность за то, что делаете. Если вы хотите порядок, то домом нужно заниматься, но если вы работаете на, как вы говорите, о тупой работе, то, естественно, за порядком следить у вас не получится по понятным причинам. Вот. Так что для вас важнее? Работа или порядок? А может быть, работа это то, чего вы хотите, а порядок это то, что должно быть? Вот. Если убираться только на выходные, квартира будет вся грязная, будет воня, пыль везде, я очень устаю эмоционально. От чего? Когда вы говорите, что очень устаете эмоционально, то от чего вы устаете? Что вытягивает из вас эмоциональные силы? На что вы их тратите? Давайте этот момент разберем. Ну, если вы устаете эмоционально, значит, на что-то вы тратите свои силы. Да? Ну, и что это? Буквально, 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 что это такое? От чего вы устаете? Вот. Я не говорю, что вы обманываете. Я не говорю ни в коем случае, не говорю, что вы обманываете. Я верю в то, что вы устаете. Правда, верю. Вот. Я верю в это. Но и вы, пожалуйста, поймите. И вы, пожалуйста, поймите тоже, что нужно больше информации о вас. Да? Вот. Нужно больше информации, чтобы понять, в чем проблема заключается. А пока что, этой информации у нас нет. К сожалению. Вот. Дальше. Нет силы энергии, нет ласки и любви. Она у вас есть по отношению к вам самой? Или вы ждете это от другого человека? Понимаете? Это вот и есть созависимость. Когда вы ждете от человека того, что он, может быть, вам дать не может. Или, может быть, не хочет. Но вы ждете. И обижаетесь, не получая этого. Вы хотите, чтобы нас гладили, как кошку и так далее. Вот. Не замечая того, что от этого зависит ваше самоощущение. Не замечая, что от этого зависит то, как вы себя чувствуете. Понимаете? А когда человек зависит от того, как к нему относится другой, он становится от этого человека, конечно же, зависимым. И именно это происходит с вами. Дальше. Ощущение, что лучшие мои годы прошли, любви в моей жизни уже никогда не будет. А что такое любовь в вашей жизни? Это когда любят вас, или когда любите вы? Наверное, вы скажете и то, и другое. Но, ну что важнее, по-моему, что любят вас. Кроме того, лучшие годы зависят от вас. Ваши лучшие годы зависят от того, как вы ими распоряжаете. Как вы распоряжаете своей энергией, своими силами, на что вы их тратите. Дальше. Так. Теперь я еще беременна, и расслабиться никак нельзя. А значение ребенку? Вот вы говорите, очень пытались, завести ребенка, ничего не получалось, вы потеряли, бросили надеяться. Значит, вы хотели ребенка? Так какое же значение вы вкладывали в него? Дальше. От всего, что на душе, хочется выпить или закурить. Ну, то есть, сбежать. Раньше всегда курила, но когда все у меня хорошо, мне это не надо. Сиди в положении, а у меня всего этого не делаю. Я хочу одновременное счастье, женское, любви и ласки. Что такое женское счастье? Аноним. Это зависимо от мужчины. Любовь и ласка, то, чего вы хотите, вы прекрасно можете до себя. Если начнете прислушиваться к себе и замечать то, что с вами происходит. А не ждать этого от другого человека. Смех и уюта в доме, внимание от мужа, я одновременно понимаю, что это невозможно, ведь его отношение ко мне поменялось два года назад, когда он остыл ко мне. А что произошло? Почему он остыл? Почему вы до сих пор ждете от него внимания, хотите, именно от него? От него. Почему, несмотря на то, что он к вам остыл, вы завели ребенка? Ну, как бы, пытались это сделать. Странно. Я уверен, что он и сейчас остыл. Ну, а вы что-то делали, чтобы он не остыл? Я ему говорю, ты меня не любишь, и говорю, все, что здесь описалось, чего я хочу. Это не то, чего вы хотите. Это требование. Выражение желания, это не требование. Выражение желания, это обозначение того, что вам хочется, и без привязки к какой-то, какой-то определенной форме. Он мне говорит, думай, думай, как хочешь, у меня уже такие мысли, что лучше сдохнуть во время родов, чем жить в своей такой жизни. То есть, вы не видите ценности своей жизни. Пусть воспитывает один, ну, тут агрессия, на мой взгляд, подавленная, вот, ну, как бы, даже не подавленная, а обращенная к вам самой. Вот. Как он и его родители говорят, детей он хочет, а я зациклась на том, что он выпивает, типа не хочет с ним жить, отдай ему ребенка или разводить. И как вы к этому относитесь? Пускай он навещает ребенка, когда захочется, я говорил ему про развод. Зачем ему говорить? Если вы хотите разводиться, разводитесь. Как будто бы, не знаю, от него решение ждет. Вот. А разводиться он не хочет особо, а вы? Квартира у нас выпадает, как говорит, я оставлю вам с ребенком, и уеду в командировку, денег заработать, и реально хочет ехать, когда речь идет о расставании, ну это похоже на манипуляции больше. Вчера, когда мы ругались, он сказал, что ему предложение поступило ехать, и он хочет хорошо платить. Я сказал, что я его люблю, и не хочу никаких денег, что он мне здесь нужен. А вам не кажется, что все, что вы описали до этого, как-то вот немножко противоречит, там, что вы его любите? Там, если вы его любите, вы принимаете, как он к вам относится. Не требуете от него ничего, и так далее. Вот. Такое ощущение, что его манипуляция на вас сработала. Он опять на мои чувства мне ничего не ответил, а должен был. Вы понимаете, это как будто бы не про любовь, а как будто бы про желание получить обратную связь от человека, который каким-то образом для вас наделился очень большим значением. Я, кажется, очень давно с глубокой депрессией. Ну, если у вас есть подозрение на депрессию, вам необходимо обратиться к врачу, вот, для начала к врачу общей практики, чтобы он вас направил уже к профилям и специалистам. Ничего не радует домой идти, не хочу, что делать? Что делать, чтобы что? Цель какая? Какую задачу вы ставите перед психологом? На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу, что позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Субтитры создавал DimaTorzok